Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. Цены у нас так знатно просыпались и Solana, и GST, и GMT. И постает закономерный вопрос, а сейчас стало выгоднее заходить или сейчас стало наоборот невыгоднее заходить? Цены упали, значит мы можем купить кроссовки дешевле, но цены упали и на токен GST, значит мы зарабатываем меньше. Давайте сейчас я быстренько пробегусь, на нескольких примерах мы посчитаем окупаемость. Но данные по дневной доходности я буду брать из Step & Guide калькулятора. Вот так вот у нас выглядит токен Solana, в общем-то если он вернется выше уровня 70, то будет все хорошо, иначе ждем его примерно по 40. Ну стопы мы здесь выбили и цена не разогналась вниз, так что есть довольно большая вероятность все-таки отскока вернуться куда-то повыше. Токен GST также демонстрирует отскок, у нас есть свеча поглощения, и вот в районе 3.40, 4.30, я думаю он и где-то зависнет на какое-то время. Токен GMT упал довольно низко, вот до своего донышка, и получается будет болтаться где-то вот здесь 1.7-2 в ближайшее время. А мы переходим к табличке, справа я буду вставлять конкретные скриншоты на большую часть вот этих вот предложений, которые сейчас есть на рынке, чтобы вы видели, что я эти цифры, показатели не придумал, они действительно такие есть на рынке. Смотреть мы будем на примере волкеров, без разницы в принципе, принцип вы поймете, дальше можете посчитать как бы сами, на любом другом типе кроссовок, будь то джоггеры, будь то тренеры, кому что больше нравится. Сразу заходим в приложение, смотрим, сортируем по цене, смотрим какая самая низкая цена, вот буквально сегодня, цена самая низкая была 11.9 салан. То есть я вот открыл как бы такой рандомный трешовый кроссовок, 11.9 салан, это 820 долларов, то есть уже не полторы тысячи, даже не 1200, вот меньше чем за тысячу можно купить кроссовочки. Левел у него был естественно пятый, у большинства кроссовок самых таких оптимальных по цене это будет кроссовок пятого уровня с двумя ментами. Я сейчас именно буду рассматривать ситуацию, что вы не заходили в степан, вы вот думаете стоит брать его или нет и хотите взять одну пару кроссовок для себя, чтобы попробовать. Ситуацию где нужно брать сразу три кроссовка и заниматься ментом мы не рассматриваем, мы рассматриваем именно купить один кроссовок и попробовать как оно. И в такой ситуации вам нужно брать кроссовок, скорее всего это будет кроссовок пятого уровня, у которого уже есть два мента. Так, идем дальше, показатели у него были отстойные, эффективность 2, нас интересуют два показателя, это вот эффективность и резилиенс, то есть и износостойкость. У самого днищенского кроссовка, который я открыл, ну рандомно, было 2, эти показатели были 7.7 и резилиенс был 6. Сумма 22, но общая сумма, это чисто для сравнения, нас интересует все-таки больше сумма вот эта. Это сумма двух показателей, эффективности и резилиенса. Ну и самый главный из этих показателей, конечно же, эффективность, от него напрямую зависит, сколько вы будете зарабатывать. То есть если вы видите два кроссовка с одинаковой суммой вот этих двух показателей, то отдавать предпочтение нужно тому, у кого больше эффективность. Ищем кроссовки, у которых эффективность желательно будет выше 5, ну и резилиенс желательно тоже. Но главное, чтобы сумма этих двух показателей не была меньше 10. Вы это сейчас на примерах увидите. Итак, первый кроссовок сумма была отстойная, всего лишь 8. Это нам по калькулятору на 9 уровне, то есть это доходность на 9 уровне. Прокачать кроссовки с 5 на 9 уровень требуется 2 дня и в принципе кроссовок за этих 2 дня сам зарабатывает на свою прокачку. Потому, чтобы не заморачивать, не засорять в общем-то ваш разум и таблицу не расширять, я просто к окупаемости добавил еще 2 дня. Потому что ну кроссовок в принципе там за 2 дня можно прокачать с 5 на 9 уровень. Итого мы видим, смотрите, у самого днищенского кроссовка с таким очень плохим показателем эффективность, он будет переносить на 9 уровне чистыми 8.27 GST и это равняется на данный момент 31 доллару в день. 31 доллар в день самый днищенский кроссовок и его окупаемость 28 дней. То есть я посчитал окупаемость и добавил сюда плюс 2, ну чтобы прокачать его с 5. То есть с 6, с 7, с 8 вы качаете за 1 день и 9 уровень вы качаете на следующий день. Ну в общем-то очень даже неплохо, то есть самый дерьмовый кроссовок окупается за 28 дней. Ну понятное дело, что вы в принципе потом останавливаетесь на 9 уровне под этой стратегией и ждете полную окупаемость. Вариант с дальнейшей прокачкой мы пока сейчас не рассматриваем, потому что там нужно будет вкладывать еще приличную сумму. Чтобы прокачаться с 9 на 10 уровень нужно будет доложить еще по-моему 150 долларов, там суммарно в токенях GST и GMT. Потому мы сейчас считаем, ну оптимальная окупаемость, которую позволяет достичь прокачка до 9 уровня, не выше. Итак, кроссовок номер 2, который мне его там попался, тоже такой дешевый, видите, 11.95, эффективность была 3.1, резилинс был повыше. Сумма такая получилась поинтереснее 11 и доходность на 9 уровне составила 8.7. И окупаемость у него на один день меньше, ну потому что он стоит как бы точно так же 11.95, а эффективность у него была повыше, ну и сумма показателей повыше. Дальше кроссовочек, вот тоже прекрасный кроссовочек за 12 салана, у него показатели были эффективности резилинс 5.4 и 4.8, сумма 10.2. В день приносит 32 доллара практически, окупаемость ну 28 дней. Дальше взял кроссовочек вот за 14.7 салан, то есть это 1000 долларов, мы вот уже дошли до цены в 1000 долларов. Эффективность прекрасная 8.2, остальные показатели тоже неплохие. Сумма 27 и наши показатели дают нам 13.7. Ежедневный доход 9.3 GST, что является 34 доллара и окупаемость у нас уже 32 дня. Но опять же, если вы останавливаетесь на 9 уровне, вы каждый день будете зарабатывать не там 31, 32, а 34, на 2 доллара больше. Идем дальше. Похожий кроссовочек 13.55, 934 доллара цена. Показатели вот 4.4 и 7.8, ладно давайте это тоже выделю. Сумма 12.2, 8.77 доходность, но из-за того, что он стоит дешевле практически на одну салан, он окупается на полтора дня раньше. Два кроссовка по 14 салан с разными показателями. У одного 5.4 и 4.4, а у другого попался прекрасный экземпляр 9.6 и 4.4. Хороший, в общем, вообще топовый такой кроссовочек из недорогих. 13.6 он в сумме дал, то есть он дал столько же, сколько и кроссовок, которые на 0.7 салан дороже. Но из-за чуть худших показателей, его доходность была 8.67 салан и 31 день суммарная его окупаемость. Дальше взял дорогой кроссовок, который стоит 19.5 салана, это 1350 долларов. Показатели у него были хорошие, то есть 8.10, сумма 18, то есть это вот топовый такой результат. Доходность 9.72 саланы, чистыми приносит 36 долларов в день, но окупаемость целых 40 дней. Он был нулевого уровня, потому я как бы добавил сюда еще плюс 3 дня, может даже плюс 4 это дело займет. Короче, 40 дней окупаемость, но такой брать не стоит. Дальше, за 15 салан кроссовок, который стоит 1000 с показателем 5.9 и 9.3, это очень хороший результат. Сумма 15 и 9.27 GST в день, то есть 35 долларов и 32 дня окупаемость. И еще один кроссовочек взял, он был на 8 уровне, то есть прокачать с 8 на 9 займет 8 часов, если я не ошибаюсь. То есть тут в принципе можно даже вот этот плюс 1 день как бы наверное и не считать, чтобы было честнее. Показатель у него 8.2, 7.7, то есть сумма 15.9. Ну не лучшие показатели на самом деле. Доходность 9.31 или 35 долларов в день и окупаемость целых 42 дня. Казалось бы, да, хорошие показатели. Если кроссовок уже на 8 уровне, его прокачивать не надо, не надо ждать тех там 2 дня, чтобы прокачать кроссовок с 5 на 9 уровень. Но тем не менее, это высокая цена не дает ему никаких шансов. То есть такой кроссовок брать не стоит. Какой из этого можно сделать вывод? Что если вы хотите зайти по дешману максимально как бы дешево и экономно, то вы рассчитываете на 12 салан. Это вход 12 салан, то есть в районе 830 долларов на данный момент. С показателями в районе 10-12, это эффективность плюс резилиенс. И рассчитываете на доход там в районе 8.50, 8.70 в GST и 32-33 доллара в день чистыми. Это с учетом уже как бы ремонта. И окупитесь вы за 27-28 дней. Вот это вот самый бюджетный вариант входа. Чем он плохой? Ну вы вкладываете меньше и вы, скажем так, ограничиваете себя доходностью на 9 уровне в 27 долларов. То есть если считать не, допустим, какую прибыль вы получите через 2 месяца, то эти кроссовки проиграют более дорогим кроссовкам. Но если у вас всего, вы с трудом нашлибли 12 салан, то это хороший вариант. Следующий вариант я бы выделил это в районе 14 салан. Типа 13.55, вот смотрите какой хороший результат. Ну вот это вот у нас такая вся вот следующая группа, она плюс-минус одинаковая. Следующий ценовой диапазон это, ребятки, в районе 14-15 салан. То есть там большой выбор, то есть это вы вкладываете в районе 1000 долларов, рассчитываете на сумму в районе там 13. Вот это из них самый худший вариант у него, 8.48 чистыми и окупаемость 32 доллара. Вот этот показатель, кроссовок вроде бы тоже, да, окупаемость 32, но он приносит день 35 долларов. То есть лучше уже взять вот этот кроссовок, он приносит больше. Если у вас есть 15 салан, берите его, то есть вы будете 35 долларов получать. Если здесь 34, грубо говоря, здесь 33, здесь 32, здесь 32 с половиной. Ну вот, то есть варианты лучшие два из них это вот эти вот. 14.7 салан и 15 салан. Доходность 9 и 9.27. Вот так вот. То есть более дорогие кроссовки, ну, брать, наверное, не стоит. Из такого вот диапазона. На этом, в общем-то, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.